Она может отойти в угол и завалиться. Этой двухэтажки на первой перевозной уже больше полувека. Последний раз дом ремонтировали лет 30 назад, когда разбирали печи и проводили отопление. Это хорошо помнит Анатолий Нефиденко. С тех пор строителей здесь не видел. Трещин полно. Как строили, вбивали сваи, так и пошло трещины. Сегодня дом буквально трещит по швам. Крыша протекает, в стенах дыры и трещины. Они идут от крыши сверху вниз. Фундамента нет, поэтому и стены стремительно деформируются. Своими силами жители залатали дыры и перекрыли крышу. За помощью уже не раз обращались в управляющую компанию и администрацию. Ответ один. Ждите капитального ремонта. О том, что он был назначен на 2017 год, жители узнали случайно, когда все сроки подачи документов вышли. О проведении капремонта сотрудники фонда должны были оповестить за год до даты, указанной в программе. Однако, как говорят жители, их никто не предупреждал. Я ни от кого не слышал в доме. Здесь бы сразу про разговоры пошли, что у нас намечается капитальный ремонт. В общем, ничего этого не было. Не было и письма от фонда капитального ремонта с предложением этот ремонт провести. В фонде тем временем ждали протокол собрания, на котором собственники должны были решить, что зачем ремонтировать. Как случилось так, что никто ничего не дождался, специалисты фонда нам объяснить не смогли. Сообщение о проведении общего собрания, собственных помещений, голосуют площадями. Вместо этого нам показывают, какие документы приносят собственники. В этой кипе бумаг и протоколы, и списки собственников, их подписи и согласия на проведение работ. Все это сделали жители этой многоэтажки на площади Заводской. О том, что их дом будут ремонтировать, знали заранее. За год до начала капремонта, летом 2016-го, они получили уведомление. Определили фронт работ, крыша и фасад. На аукцион вышли в мае, подрядчик нашелся. Только в октябре. В 2017 году должны были начать, в начале года, начали в декабре. Конечно, жильцы против были этого ремонта. Тут как раз снег пошел с дождем. В управляющей компании успокоили. Такие работы можно проводить зимой, только нужно следить за качеством. Но, видимо, не уследили. Во время ремонта рабочие повредили трубы отопления. Все это прилегло на плечи управляющей компании. Потом повредили кабель, без света остались. Ну, я говорю, все это устраним. Аварии устранили, но ремонт затянулся. Завершить работы по графику должны были к концу декабря. Но в сроки не уложились. Ни здесь, ни еще в 400 домах, где по каким-либо причинам не успели подать документы, найти подрядчика, уложиться в смету и в сроки. Влиять на ход выбора подрядных организаций, виды работ, когда они заступят, мы не имеем права. Большие половины домов из графика капитального ремонта 2017 года перенесли на 2018 год, как дом на площади Заводской. Или на 2021, как дом на Первой Перевозной. Но этого срока, уверены жители, их дом может не дождаться. Виктория Соколова, Игорь Нифиденко, Руслан Асанов, Центр новостей. Руслан Асанов, Центр новостей.